Всем привет! Сегодня разберем некоторую проблему с принтером, заключающуюся в том, что он начал портить детали. То есть при печати допускает ошибки какие-либо и деталь печатает некорректно. Также на что стоит обратить внимание в подобных случаях, то что проблема возникает не сразу. То есть в основании детали в принципе все нормально, а далее начинаются проблемы. О чем это нам говорит? Во-первых, нужно понимать первоначальную причину этого сбоя. Возможно не так давно вы записывали новый файл, то есть 3D модель на флешку, и она начала давать сбои в печати. Причина здесь банально может крыться в самой детали. Она кривая и соответственно не может нормально воспроизводиться на этом принтере. Если же проблема у вас возникла так же как и в моем случае с уже имеющейся деталью, которая постоянно печаталась, никакие модели не менялись, даже флешка не доставалась из своего порта. Но внезапно начали они портиться. И по этим двум вопросам, прежде чем мы приступим к сложному ремонту принтера, давайте разберем сначала банальные вопросы, которые возможно помогут вам решить вашу проблему без затраты каких-либо усилий. Обратите внимание на то, как вы записывали модель на флешку. Точно ли вы поставили нормальную скорость печати, возможно она очень высокая. Точно ли вы выставили нормальную температуру плавления на экструдере и на столе. Точно ли указали нормальную наполняемость детали и прочее. В общем пробежитесь по настройкам. Второе. Обратите внимание на климат в помещении, в котором стоит ваш принтер. Возможно есть сквозняк или что-то еще, что затрудняет нормальную экструзию. То есть в случае, если у вас есть какое-то дуновение ветра, сквозняк, то возможно у вас межслойные соединения будут плохие и соответственно деталь развалится. В таком же ключе стоит обратить внимание на перегрев принтера. То есть возможно здесь очень жарко в помещении и соответственно экструдеру будет недостаточное охлаждение. И еще одна очень важная вещь. Возьмем опять же мой случай. Начали портиться детали ни с того ни с сего. Что нужно сделать? Возьмите и те же самые модели перезапишите на флешку. Да, они там уже были эти модели. Да, они у вас спечатались нормально. Но бывает программный сбой и модели могли испортиться по разным причинам. Возьмите флешку и запишите модели заново на нее. Первым делом, что необходимо сделать с 3D принтером, да и периодически это стоит делать, это калибровать положение основания стола по отношению к экструдеру. В моем случае деталь вначале печатается нормально, прилипает, все в порядке, а затем начинаются проблемы. Конечно же в любом случае совет номер один заключается в том, что необходимо откалибровать поверхность стола по отношению к экструдеру. Это делайте обязательно, даже стоит делать это периодически. Если какие-то проблемы начались, стоит проверить калибровку. В моем случае на панельке принтера выбираем Tools, инструменты, и затем выбираем настройки Living и начинаем калибровку. Калибровки обязательно использовать тот листок, который шел в комплекте, калибровочный, с вашим принтером, потому что обычным листом или каким-либо другим это будет некорректно делать. Что не очень мало важно, необходимо проверить, точно ли не затруднена подача пластиковой нити с катушки. Может здесь что-то запуталось, либо же в каком-то другом месте. То есть пластиковая нить не может нормально подтягиваться в экструдер. То есть это необходимо будет проверить тоже. И из всего перечисленного, самый последний дефект, который может мешать нормальной работе принтера, это соответственно сам экструдер. Точнее то, что в нем внутри происходит. Либо же пластиковая нить не может нормально подтягиваться, но препятствовать этому может просто банально засорение сопла головки экструдера. Нам придется его разобрать, прочистить, и затем заново собрать, что мы сейчас в принципе и сделаем. Это кстати и есть самая частая проблема в этих устройствах. Уже не первый раз сталкиваюсь. Итак, мой план действий. Я сейчас разбираю экструдер, прочищаю печатающую головку, то есть сопло, которое у нас термическое нагревается. Затем, после, собираю все обратно, вставляю нить на место, далее калибрую стол, поверхность стола точнее, и затем проверяю, все ли у меня получилось. Ну и соответственно проверяю, чтобы здесь все хорошо у нас функционировало, ходило. Кстати говоря, про термическое сопло, через которое плавится пластик, вот оно у меня есть запасное, а есть пластиковая трубочка, через которую в принципе идет у нас лента. Вот эта трубочка у меня уже чистилась, я ее разбирал, здесь был очень серьезный засор в виде стружки и приплавленного пластика, так что проблема может быть крыться именно там. Давайте начнем разбор экструдера. Для начала нам нужно программным методом нагреть экструдер, чтобы беспрепятственно достать пластиковую ленту. Нажимаем на нагрев экструдера, ждем пока он разогреется до необходимой температуры, и с помощью лапки достаем ленту. Вот, кстати, что вижу, уже ненормально, то есть полностью разогрелся экструдер, но лента не вытаскивается, значит уже что-то не в порядке точным. Поэтому пока что разбираем, ленту не достаем, давайте вот так обрежем ее. Просто она не достается, застряла. Это уже говорит точно, скорее всего, там есть конкретный засор. Если у вас возникнет вопрос о способах разбора именно вашей модели принтера, то обычно с принтером поставляется инструкция, как разобрать экструдер. Здесь, допустим, у меня сверху один винтик корпуса, затем корпус снимается, и мы получаем доступ уже к содержимому экструдера. Кстати, далее, чтобы ковыряться здесь внутри, необходимо полностью отключить принтер от сети. Далее, снизу экструдера у меня есть два винта, откручиваем их, далее заглушку пластиковую снимаем и откручиваем уже винты. Здесь один винт у нас видимый, один скрытый. Откручиваем винты именно экструдера, чтобы деинсталировать его с принтера. Далее, отключаем шлейф, и уже мы можем работать с экструдером вне принтера. Следующим шагом нам нужно отсоединить проводку от элемента нагрева, которое соединено вместе с соплом, открутить элемент нагрева от радиатора и извлечь сие устройство. Аккуратненько все отсоединяем, не спеша, очень-очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Далее, ключом на 10, надеваем на сопло и выкручиваем его. И что же здесь мы наблюдаем снизу? Вот у нас есть трубка, сопровождающая нить пластика, и, соответственно, я вижу, что здесь отверстие забито. Сейчас с дальнейшим действием мы должны его извлечь, скорее всего, в эту сторону. Зажимаем лапку, берем чем-нибудь, что-нибудь вспомогательное, типа пассатиж, и аккуратненько достаем. В моем случае я пассатижа не применял, зажал лапку просто и зубами достал немножко. Дальше она пошла без проблем. Вот сопровождающая трубка, через которую идет пластик. Вот ее засор. Невозможно ее разъединить. Сейчас будем пытаться устранить засор, дефект. Также у нас есть, как вы уже видели, запасная такая трубка, даже есть запасное сопло. Ну, вычистить постараемся эту. Итак, нить я достал из пластиковой трубки с помощью обычных пассатиж. Сделал это за кадром, потому что неудобно было. Так, наша задача эту трубочку прочистить или просто одеть запасную. Смотрите сами, как вы будете действовать. Я буду с помощью иголки пытаться ее прочистить. Итак, итог. Все чистенько. Также при необходимости чистим или заменяем сопло. Берете вот такой вот болт длинный, вкручиваете его в радиатор или нагреватель, не знаю, как его правильно называть. Скручиваете сопло, держите, скручиваете сопло и проверяете его внутри на элемент нагара. То есть в пластике существуют примеси и со временем у вас там может образоваться нагар, который будет препятствовать нормальному плавлению нити пластиковой. Поэтому скрутите его, осмотрите, чтобы там было чисто внутри сопла. Как скрутить я уже показал. Но в моем случае на примере моего экструдера. Это, кстати, запасной экструдер. У меня с меньшим диаметром сопла. Ну а этот болт нужен, чтобы придать усилие для скручивания сопла. Иначе вы просто руками не удержите эту штуку. Ну а теперь собираем все в обратной последовательности. Калибруем еще раз стол на всякий случай. И пользуемся, смотрим, устранилась ли наша проблема или нет. Калибруем еще раз. калибровочный лист должен слегка с трудом проходить. Не с огромным трудом, а слегка. Если необходимо, винтами регулируем ствол вверх-вниз. Пока не будет с трудом немножко проходить лист калибровочный. И по центру проверяем последнее. Если есть необходимость, то регулируем ствол вверх-вниз на 0,05 мм. Ну что же, деталька готова. Уже запустил следующую. Все нормально. Никаких косяков не видно. Печатает четко. Вот в чем была проблема. Если вы будете придерживаться рекомендаций, в принципе, я думаю, устраните проблему самостоятельно, если возникло у вас подобное. Как я говорил выше, на каждой из принтеров, на каждую модель, на каждую марку есть собственные инструкции. Возьмите книжку, почитайте, если вдруг в чем-то вы сомневаетесь или запутались. А так, проблему устраняется следующим образом. Ну, на этом, наверное, все. Продолжение следует...